всем привет на канале удач мы сегодня мы с вами продолжаем тему такую смешанную историю палестинских беженцев в Германии и создание государства халифат почему я решил соединить эти темы воедино потому что на основании того как ООН приняла резолюцию о создании государства Палестина на Ближнем Востоке с целью того чтобы контролировать поступление финансовой помощи в это государство поступление военной помощи вооружения каких-то других инвестиций развития промышленности установление социального строя хотя какой может быть социальный строй у кочевников скажем так ну и естественно если уж они приняли резолюцию по созданию государства Палестина то в скором времени если действительно эта резолюция начнет свои первые шаги по осуществлению жизни я так думаю что нормальный любой умный политик просто обязан будет послать на эту территорию в первую очередь миротворческие войска организации объединенных наций для того чтобы они контролировали поведение в первую очередь местного населения и вот этих скажем так госструктур этой новой страны для того чтобы они не дай бог не наломали дров или не накосячили хотя они даже имея свое собственное государство все равно будут пытаться осуществить свою вот эту вот заветную глупую мечту но те палестинцы которые десятилетиями целыми поколениями живут здесь в Европе в частности в Германии бегают с флагами по улицам особенно на выходных днях устраивают демонстрации кричат что нужно освободить Палестину нужно уничтожить агрессора нужно стереть этого агрессора с лица земли вы понимаете как я говорю это я не говорю открыто чтобы не забанили мой канал вот и еще одна тема которую они кричат еще один призыв которому они хотят прийти это создание государства халифат я уже неоднократно затрагивал эту тему у себя на канале и что интересно вот эти вот граждане палестинцы почему-то с радикальными исламистами единое целое им наплевать на то что их приняли в эту страну и дали им все социальные услуги все социальные дотации которые получают люди допустим живущие родившиеся здесь живущие здесь но по тем или иным причинам ставшие неработоспособными или ограниченные в физическом труде или просто потерявшие работу этим гражданам тоже дают все такие социальные пособия социальные блага и вместо того чтобы благодарить страну за то что они получают вот такую вот помощь скажем так безвозмездно потому что ну сами посудите 30-40 лет сидеть на социале нигде не работать получать эти деньги государство оплачивает квартиру дает тебе раз в полгода деньги на новую одежду и обувь и плевать в душу этого государства это извините это наглость высшей степени так даже свиньи не поступают так вот на демонстрациях посвященных тематике халифата с радикальными исламистами размахивающими вот этими флагами ИГИЛ потом просто белыми флагами бегающими с плакатиками мы под цензурой мы лишены права слова палестинцы тоже присутствуют и причем в огромнейших количествах бегают со своими флагами и кричат что нужно в Германии создать государство халифат к чему это приведет если организация объединенных наций которая вот так вот в спешном порядке вместо того чтобы урегулировать какой-то военный конфликт будь то Ближний Восток или Восточная Европа или Азия вместо того чтобы правильным дипломатическим путем урегулировать этот конфликт успокоить зачинщиков этого конфликта предлагает допустим как на примере вот этих палестинцев создать государство которое в будущем будет выращивать террористов превосходная идея месье Гутерреш просто офигительная идея и если так и дальше пойдет то следующим шагом организации объединенных наций будет резолюция правильно о создании государства халифат на территории Германии они могут сказать так ну у вас же территория большая ну есть у вас там закрытые зоны мы прикажем американцам чтобы они убрали одну свою военную базу с этой зоны и в этой зоне мы сначала оградим ее колючей проволокой сделаем государственную границу и будет у вас государство халифат и тогда все вот эти палестинцы или там исламисты радикальные как вы их называете смогут строить свое государство вы понимаете к чему может привести такое вот поведение организации объединенных наций на мировой арене и вот эти вот идиоты извините за выражение по другому я их назвать не могу радикальные исламисты которые бегают кричат нужно создать государство халифат вы зажимаете нас в наших правах у вас же в конституции написано свобода слова, свобода мнения да это написано у нас в немецкой конституции свобода слова, свобода выбора, свобода мнений но если вы не хотите следовать параграфам этой конституции если вы настолько недалеко развитые у многих из вас даже нет начального школьного образования вы слушаете своих вот этих вот духовных отцов которые вбивают вам в голову с детства чуть ли не с грудных детишек с грудного возраста вбивают вам ненависть к другим народам не исповедующим религию, ислам что же вы хотите? какая свобода мнения? какая свобода слова? если вы плюете на законы плюете на традиции той страны которая с распростертыми руками приняла вас в конце 70-х годов в 80-е годы, в 90-е годы в 2014-15 году когда госпожа Меркель вот так вот сложив ручки сказала we schaffen das то есть мы справимся и открыла границы для всех беженцев будь то сирийцы, афганцы, тунисцы, ливийцы, иракцы кто угодно, кто угодно перли сюда полиция на границе они просто стояли они были в шоке они ничего не могли сделать потому что канцлер приказала всех впускать люди на вокзалах везде стояли с транспарантами беженцы добро пожаловать в Германию через год эти беженцы начали насиловать девушек начали насиловать женщин начали избивать парней, мужчин которые стояли с транспарантами беженцы приезжайте к нам беженцы добро пожаловать эти беженцы начали показывать свою истинную сущность я не хочу сказать, что я, к примеру, вот так вот с какими-то российскими нотками отношусь к мусульманам или отношусь к тем или иным народностям ни в коем случае нет я уже неоднократно говорил и повторюсь среди мусульман у меня есть очень много знакомых друзей, с которыми мы довольно-таки часто общаемся и мы никогда не переходим к грани дозволенного и мы всегда находим какой-нибудь консенсус в решении того или другого вопроса, который у нас поднимается в наших беседах но мы никогда не высказываем друг другу каких-то или националистических или российских вот этих вот реплик, чтобы унизить или обидеть кого-то но то, что происходит сегодня, особенно когда в Гамбурге время от времени сейчас уже происходят эти демонстрации уже, правда, не такие огромные но происходят, собираются толпы вот этих вот исламистов с транспарантами, с флагами мы требуем создания халифата ну требуйте, требуйте только я вот как-то уже говорил, что в мире 56 государств исповедующих религию ислам 22 государства из них строго фундаментальны в этом исламе так почему бы вот этим вот господам радикальным исламистам или тем же палестинцам или просто вот этим вот мусульманам которым не нравится жить среди христиан не нравится жить в Европе не хочется слышать немецкую речь или еще какую-нибудь речь почему бы всем этим господам не уехать в те страны и жить по тем законам будь там законы шариата или еще чего того же, пожалуйста, законы шариата это халифат почему бы им не поехать туда? я вам скажу, почему они не хотят туда ехать потому что там их никто не будет кормить так как здесь давая социальные пособия давая квартиры давая каждые полгода деньги на одежду, на обувь и разрешая чернушить на работе зарабатывая себе сумасшедшие деньги и катаясь на жирных мерседесах или тяжелых бумерах BMW там им такого никто не позволит им скажут ты приехал сюда? докажи, что ты мусульманин хочешь работать? пожалуйста, работай нет вон отсюда вот что им там скажут поэтому они сюда и прут а наши политики закрывают на это глаза единственный момент о котором хотелось бы сказать что среди зеленых я уже говорил вам есть такая эпатажная дама-политик Клаудия Рот она руководствуется в своей политической карьере словами Владимира Ильича Ленина даже кухарка сможет управлять государством то есть у нее нет никакого образования это так, между нами умную мысль она сказала на встрече с журналистами по поводу того как вот этот вот афганский убийца убил полицейского и порезал нанес тяжелые ножевые ранения глубокие ножевые ранения людям он находится в больнице полиция пока не может его допросить потому что он в бессознательном состоянии в коматозном состоянии она сказала следующее как это так вот многие политики говорят выдворить его отсюда что значит выдворить он совершил преступление в нашей стране он обязан понести наказание в нашей стране он обязан отсидеть весь свой срок в нашей стране и только потом можно его выдворить за пределы Германии журналистка спрашивает а почему так? Клаудия Рот отвечает а потому что если мы сейчас после того когда он придет в себя выдворим его в тот же самый Афганистан его там на родине встретят как героя прославляющего ислам и прославляющего Аллаха поэтому нельзя его сейчас выдворять нельзя его нужно наказать по всей строгости закона вот тут я с ней согласен тут я с ней согласен но когда такие политики или члены совета директоров радио и телевидения как вот эта вот госпожа Холомириам Хюбш коренная немка ее папа немец мама индуска она сама с детства уперлась в ислам ходит в этой тряпке на голове ну пардон простите простите в платке на голове и говорит что это смелость таким образом она показывает свою смелость против христиан которые ненавидят ислам ну кто же ненавидит ислам ради бога молитесь ради бога живите пожалуйста но уважайте наши законы уважайте традиции так вот это госпожа Холомириам Хюбш с пеной у рта везде на всех встречах на передачах политических ток-шоу доказывает что халифат это безобиднейшее государство халифат это рай на земле этот афганец которого вот так вот сейчас все пытаются гнобить он заблудшая овца ему нужна была помощь и она готова предоставить эту помощь ислам это хорошо я не спорю ислам это хорошо в какой-то степени а может быть и плохо христианство тоже с одной стороны хорошо с другой стороны плохо тут знаете палка о двух концах и вот она утверждает что если вдруг у нас в стране будет создано государство халифат всем от этого станет только лучше опять же я повторяюсь в одном из видео я говорил и повторяюсь опять сможешь ли ты госпожа Хюбш при государстве халифат открывать свой рот нет потому что по законам шариата женщина это никто и ты прекрасно это понимаешь но однако же с выпученными глазами она все равно сидит на этих передачах и доказывает что она права что шариат и халифат это рай на земле и мы должны к этому идти мы не должны к этому идти мы живем в современном обществе которое не приемлет древних каких-то идиотских средневековых канонов где за допустим человек в магазине простенький пример человек в магазине украл бутылку молока здесь его конечно поймают оштрафуют а могут просто выгнать из магазина если это бедный пенсионер которого нет денег на еду но по законам шариата если его поймают в магазине с украденной бутылкой молока что ему сделают ему укоротят одну из рук на целую кисть не важно старик это неимущий или просто вор это закон шариата это одна из тех песчинок в этой груди песка в этой горе песка под названием халифат и эта госпожа Хюбш она вообще не понимает что она несет пользуясь тем что она журналистка по образованию пользуясь тем что она состоит в совете директоров радиотелевидения она высказывается за вот этих вот радикальных исламистов которые требуют создать государство халифат она поддерживает вот этих палестинцев которые бегают здесь в Германии выкрикивают антисемитские лозунги и кричат что всех евреев нужно государство Израиль как резинкой стереть с бумаги чтобы вообще даже напоминания об этом не было вот вот кого она защищает вот кого она защищает но разве такое можно конечно мы живем как я говорил в современном обществе но все-таки нельзя переходить границы этого современного общества нельзя переходить границы закона границы морали и человеческих устоев которые в течение долгих лет напластовывались друг на друга создавая традиции определенные традиции по которым живут сейчас в этом государстве или в соседнем государстве люди не привыкли жить средневековыми способами люди не привыкли к тому что если к примеру кто-то кого-то на улице оскорбил или еще что-то его нужно засунуть в яму закопать по грудь и побивать камнями так делают мусульманские страны фундаментальные но так не делает никто в той же самой Европе так почему мы должны соглашаться с вот этими радикальными исламистами и палестинцами кричащими что нужно создать государство халифат Германия обязана предоставить возможность вот этим бедным затюрканным мусульманам создать государство халифат с законами шариата хотите вон пожалуйста где там у нас на Ближнем Востоке есть нейтральная полоса вот туда едьте и создавайте там свое государство халифат почему бы нет а здесь мест нету билеты закуплены согласно места мест нет согласно купленным билетом так что ваш поезд ушел но в любом случае вот эти граждане которые кричат на 90% ни у кого из них нет постоянного места жительства Германии многих из них до сих пор статус беженца в подвешенном состоянии кто-то получил статус беженца а кого-то не могут выдворить ввиду того что идут какие-то тяжбы или человек прикидывается больным недоразвитым или в той стране откуда он прибежал идет война и немецкое правительство ждет когда закончится эта война чтобы выдворить этих людей вы скажете что долго будут ждать ничего подобного когда в бывшей Югославии была вот эта вот несколько лет война в 2000 в 2000 году здесь было очень много в Германии очень много было людей из Сербии из Боснии вы не поверите я видел своими глазами их отсюда автобусами отправляли обратно хотят они не хотят их загружали стоял полицейский конвой вот в этих лагерях приезжала машина полицейская они выносили все свои вещи загружали их всех в автобус и отправляли до границы через Австрию вниз туда Югославию в бывшую Югославию их многих отсюда отправили очень многих и то же самое будет происходить с этими гражданами если они не успокоятся и будут дальше продолжать что Германия обязана сделать им так чтобы они чувствовали себя здесь как по законам шариата ну вы же знаете чтобы чувствовать себя по законам шариата не обязательно создавать государство халифат я могу вам дать мусульманам вот этим вот радикальным я могу вам дать адреса в городах где собираются неонацисты идите и скажите им там свое мнение и будет вам шариат и будет вам рай на земле а может быть кому и на небе ну это так вскользь к слову в общем корректность вежливость вдумчивость прежде чем мы пишем комментарии под этими видео потому что от вас зависит тот объем работы моих вот этих добровольных модераторов допускающих или уничтожающих ваши видео вернее ваши комментарии под этими видео и естественно кого-то может быть отправляют в банк а кого-то нет поэтому уважайте труд других и ведите себя культурно всем удачи пока субтитры Продолжение следует...